Какая птица быстрее всех летает? Варианты ответа. Сапсан, беркут, змея-яд. Сапсан, правильно, все это знаете. Отгадать птицу по пению, узнать, какие животные живут в регионе и какие следы они оставляют, познакомиться с многообразием мира растений. В Патриаршем Саду прошел региональный этап фестиваля праздника Калят. 150 ребят из разных школ города на один день превратились в настоящих защитников природы, чтобы потом нести свои знания в массы. Например, деревья перерубят, не будет целых лесов. А почему это плохо? Ну, потому что в деревьях живут дятлы, белки, птицы на деревьях. А если их срубить, у них не останется дома. Не надо кидать мусор, а то будет все грязное и некрасивое. И все будет черное, ничего не будет расти. Весь мир будет грязный, не останется ни цветов, ни растений, не будет красивых деревьев. Будет вся грязная речка, под которой мы водой моемся, она будет грязная, черная. Экологические квесты показывают, не всем ребятам легко дается школьный предмет окружающий мир. Как оказалось, не все ребята даже знают, как у нас поет кукушка или, например, сорока, что очень даже странно. Такой фестиваль, он на самом деле очень объединяет и детей, и взрослых. И он еще раз показывает, что именно если мы не будем охранять нашу природу, то кто это будет делать? На фестивале наградили и самых активных. Это ребята из Владимирских школ, которые участвовали в конкурсах экологической направленности. Помогали на субботниках, проводили экологические акции. С приветственным словом к школьникам обратилась глава города Ольга Деева. Вся природа, которая нас окружает, леса, луга, реки, это наш дом. А растения и звери, и животные, это наши соседи, о которых мы должны заботиться и беречь. Осенью этого года во Владимире пройдет Всероссийский форум «Околята Золотого кольца России». В областном центре соберутся участники из всех городов знаменитого маршрута. Евгения Полагина, Александр Горшков, Губерния, 33.